Обращение к Аллаху посредством истихара считается самым успешным, значимым и верным методом для выбора решения в тех случаях, когда человек сомневается. Сподвижники говорили, Пророк, саллиллаху алей вассалям, обучал нас молитве истихара, так же, как обучал сурам из Корана. Пророк, саллиллаху алей вассалям, обучал их совершать истихар, и сподвижники говорили, «Ничего мы не записывали, кроме ат-тахьяд и метода совершения истихара». Посланник алей вассалям сильно желал их обучить этому. Если человек, в деле, в котором сомневается, посоветуется с алимом, с опытным и знающим человеком, например, с профессором, то он получит удовлетворение. А каково же будет положение того, кто посоветовался с Аллахом? Истихар – это совет с Аллахом. В своем деле ты советуешься со Всевышним, то есть ты говоришь, «О, Аллах, выбери для меня лучшее по отношению к тебе». С каждым делом, в котором есть сомнения, обратись к Аллаху посредством истихары. Будь это важные дела, типа женитьбы, или вопросы по поводу должности, путешествия и тому подобное. Можно обращаться и с ежедневными простыми делами. Если человек каждый день будет советоваться с Аллахом совершать истихар, то все его дела будут благими. Всевышний каждый день его дела будет направлять на благое. Поэтому ученые совершали истихар каждый день во всех своих делах, предоставляя право выбора Аллаху. У человека нередко бывают сомнения, когда приходится делать выбор между двумя вариантами – это выбрать или то. Или возникают колебания насчет какого-либо дела – сделать его или не сделать. В обоих случаях обратитесь к Аллаху, ведь это очень простое дело. Пророк Алиис Салату Ассалям сказал, когда пожелает один из вас совершить что-либо, пусть совершит два желательных рака'ата. Ученые говорят, что в этом намазе читают суры Аль-Кафирун и суры Ихлас. Затем читает дуа. Затем читает дуа. О Аллах, я прошу Тебя выбрать лучшее Твоим знанием. Я прошу силы от Тебя посредством могущества Твоего. Поистине Ты можешь, а я не могу. Ты знаешь, а я не знаю. О Аллах, поистине это мое дело. Здесь упоминается то, что вы намерены сделать. Если полезны для меня мои религии, для мирских дел, для исполнения моих планов, мирских и ахиратских, то сделай это судьбой для меня, и не спошли мне благодать в этом деле, и облегчи мне его совершение. А если это дело вредно для меня и моей религии, для мирских моих дел, для моих планов, мирских и ахиратских, отврати его от меня и приблизь то, что лучше, где бы оно ни было, и удовлетвори меня этим. После чтения этой молитвы человек будет спокойным, удовлетворившимся, в него появится решимость. Аллах выбрал для тебя лучший и наиболее чистый вариант. Всевышний больше желает твоего благополучия, чем ты. Хорошим мнением раба в отношении Аллаха считается осознание того, что после истихара дела, на которые направил Аллах, будут только благими. Истихара Или же, когда ты сделаешь истихар, тебе легко удастся выполнять эти дела. Ты поймешь, что Аллах облегчил их для тебя, а легкость в делах есть признак того, что это выбор Аллаха. Советоваться с другими также является сумной посланника Аллаха. Давайте зададимся вопросом, кто на земле умнее пророка? Кто из нас истинно может отличить ложь от правды лучше, чем посланник Аллаха? Ему не спасались откровения от Аллаха, однако Всевышний обучил его советоваться с другими. Всевышний Аллах сказал, смысл, извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Благодать совета с другими удивительна. Пророк Аллах советовался с Абубакром, с Умаром, с группой сподвижников, советовался даже с женщинами, в частности с Умм-салямой, и следовал их советам. Советовался с Сальманом Аль-Фариси, который посоветовал посланнику Али-Иссаляту-Вассалям выкопать окоп. Было немало случаев, когда пророк Али-Иссаляту-Вассалям последовал советам тех, кто был возле него. Есть ли среди нас человек более разумный, чем посланник Аллаха, саллиллаху Али-Иссалям, чтобы говорить «я не нуждаюсь в советах других»? Конечно, когда кто-либо из нас желает посоветоваться с кем-либо, нужно советоваться с разумными, знающими в этом деле людьми, с теми, кто желает вам добра. В торговле советуйтесь с торговцами, в религии с Алимами, в медицине с медиками. Именно так человеку следует всегда советоваться с другими в своих делах. Когда посоветуетесь, сделайте истихар, и Аллах закрепит ваше дело и не разочарует, ведь обращение к Аллаху Святой и Великой – это сунна.